всем большой привет сегодня я делаю обзор своей красавицы как и куда я продвинулась вышивка конечно у меня летом я уже говорил занимает более долгий период времени потому что я естественно путешествую куда-то выхожу что-то делаю по дому и все остальное потому что лето но все-таки лето но вот сейчас я займусь продолжением это будет отчет 2 моей красавицы которая у меня вот вышивается потихоньку то есть я дошила вот здесь вот фон да стоит она у меня все еще все на старом станке вот здесь вот да вот мой старый станок стоит безобразие какой китайский еще и на новый станок я ее еще не перецепляла но это я буду делать наверное в другом видео когда буду перецеплять эту девушку на другой станок то есть не его сначала собрать нужно будет на что и хотел обратить внимание вот в прошлый раз я вышивала юбку жаловалась на то что очень мало ярких тонов и вот здесь юбку я уже дошила то есть вот эта крайняя часть это уже дошитая юбка то есть девушка у нас совсем худенькая получается да все остальное вот отсюда досюда это будет только фон и вот здесь вот уже как вы видите меня очень сильно привлек естественно букет в руках этой девушки потому что после вот этого вот это показалось куском пирога поэтому я совершенно рванула вышивки букета вот здесь я отшила ее рукав немножко кружева то есть вот вы видите да то есть я совершенно увлеклась букетом здесь вот я начала уже каким-то образом добивать фон потому что здесь уже опять-таки фон пойдет и от букета здесь будет еще одна веточка вот так вот вниз опускаться на этом фоне то есть вот таким образом выглядит девушка у меня пока я знаю что может быть я слишком много не продвинулась но нет скажите я все-таки уже отшила да вот ее часть рукава здесь букет и фон я закончила то есть я пока вот написала мне одна моя подписчица сказал дойдете до спины и скажите очень много мол темных красок не знаю вот я дошла до спины не очень не знаю до середины спины пока я увлекалась букетом мне показалось что краски не очень темные но опять же таки я перехожу опять вышивать фон поэтому тут начинается полная веселуха в отношении того что я буду делать вот когда я вышивала этот фон у меня такая смешная история вышла я всегда когда вышивая очень сильно люблю смотреть различные фильмы и значит смотрела я фильм тут опасное погружение или что-то в этом роде вот он недавно вышел я его значит смотрю и вот как раз таки дошла до фона и вот шью этот фон и он значит настолько скучный для меня и как раз таки в этом фильме там значит говорится ну давай подожди что там было такое а они погружались или они погрузились куда-то в воду стоп да на какой-то лодке под в общем фильм мура полная но в любом случае он играл я вышивала не хотела переключать думаю ладно уже досмотрю лабуду какая есть уже все сопротивляться не буду и вот значит там один мужчина он толкает этого парня на поверхности говорит все давай плыви плыви он тогда я стараюсь стараюсь стара и вот я так ощущаю что тот парень вот этот вот когда его говорят ты давай плыви плыве этот парень который туда я стараюсь так как бы меня отображает когда этот фон шью и что я вот стараюсьieni еще чуть-чуть осталось его дошить и вот я ощущаю что здесь у меня будет опасно и погружение номер два вторая серия, потому что вот здесь у меня назревает здесь от букета, вот вы видите, вот здесь, вот я там, где вышиваю, я всегда маркирую все, так, стоп, я передвину, я сейчас передвину свет, потому что обычно, ну, я снимаю уже ночью, да, вот здесь вы видите, вот у меня отшито здесь, да, и вот здесь вы видите, оно маркировано, и вот здесь вот маленькие веточки спускаются, а вот это вся, вот видите, да, вот это все однообразие, оно начинает зашиваться фоном, но вот я думаю, что может вот эти крестики будут немножко другой цвет или еще что-то в этом роде, пока вышиваю, пока нравится, я уже говорила о качестве ниток, я не в очень большом захвате от качества ниток, мое мнение остается на том же самом уровне, я не в очень большом захвате от качества ниток, ну в общем конечно же вышивка выглядит неплохо, если вы видите вот здесь на схеме у нас конечно идет backstitch, отшив backstitch и конечно же я этого пока в своей работе не делала, я думаю, что просто я вышью целую картину, а потом просто отдельно backstitch им пройдусь и все это, как говорится, дело добью, чтобы оно уже приобрело более-менее какие-то очертания, красивые формы, потому что все-таки вот вы видите цветы, они может быть даже непонятны, вот здесь вот видно, что роза есть, а вот это вот что такое красное, это непонятно, то ли это часть розы, то ли еще что-то, ну в любом случае как-то вот таким образом на данном этапе выглядит моя девушка с цветами и естественно работа продвигается немного медленнее, потому что на улице лето и мне хочется больше быть снаружи, чем внутри своего дома, посему вышивка продвигается, ну и плюс я еще работаю, правильно, то есть у меня и работа, и там приготовить что-то надо, и сбегать куда-то надо, и видео снять надо, в общем девушка прям полное увлечение, скажем так, да, но работа продвигается медленно, ну верно, параллельные работы я никогда не веду, вот то есть я начала села вышивать одну работу, я ее буду вышивать до конца, я никогда не веду ничего параллельного, потому что я знаю, что с моей занятостью лучше этого не начинать, оно будет начато и заброшено, поэтому я всегда люблю доводить дело до конца, я думаю, что в следующий раз, когда я буду снимать обзор, может быть я дошью этот фон, если, как это у меня будет отчет о том, как я плыла наверх, и как мне говорили, ну давай, плыви, плыви, короче, все, я выплыла, в общем вот таким вот образом выглядит девушка, мне кажется, что получается совершенно неплохо, мне получается, кажется, что получается красиво, благо умилило то, что юбка у девушки не очень широкая, думаю, если я эти цветы буду шить долго, и то есть девушка окажется полнее, чем нужно, то конечно, да, терпение урывается, как говорится, да, но я же здесь уже начала отшивать фон, и думаю, что фон у меня пойдет быстрее, потому что здесь все-таки зашивка идет одним цветом, вместо того, чтобы вот цветами, здесь очень много различных тонов, которые сочетаются, и вот нужно менять часто нитки, и здесь есть нитки, которые идут в сочетании с другими нитками, ну в общем, да, как они называются, бленды, да, вот блендовые такие нитки, смешанные, да, то есть вам нужно выбирать одно, потом выбирать другое, вот здесь вот вы видите у меня от букета, у меня вот органайзера нет, не купила я себе еще пока органайзеры, я знаю, что девочки мне говорили, одна моя подписчица выставила мне под моим видео, что можно их купить на Алиэкспресс, я посмотрела на Алиэкспресс, вы знаете, они 160 долларов, это совсем какие-то цены бешеные, я знаю, что на Амазоне можно их купить за 30 долларов, но вот пока у меня руки не дошли, я же еще раз говорю, на улице лето, то мы бежим куда-то, то мы что-то делаем, и все остальное, у меня как-то руки не доходят, поэтому пока я вышиваю, вот если что, оставляю здесь вот с краю, конечно, не очень удобно, но да, ну дойду я и до этого, дойду и до этого, я видела, девочки делают сами органайзеры себе, может я сама себе что-то соображу, сделаю или еще что-то в этом роде, может будут какие-то идеи в этом плане, ну вот как-то таким вот образом, но пока вот что, как говорится, отшила, то отшила, я думаю, что я неплохо продвинул в своей работе по сравнению с предыдущей, мне кажется, что в предыдущей у меня все-таки был не дошит фон, ну и естественно, я начала только отшивать рукав девушке, сейчас у меня уже рукав зашит, и вот букет у меня уже практически полностью отшит, тот, который она держит в руках, конечно, потом я перейду уже наверх, нужно будет мне опять приступить к вышивке, за последнюю неделю я к ней не приступала, я была занята, но думаю, что я исправлю подобное и приступлю к вышивке в ближайшем будущем, может быть даже завтра ее поколупаю, но всем спасибо за внимание, всем пока-пока!